Сегодня мы поговорим, как выбрать самых хороших арендаторов. У меня, кстати, 19 хороших арендаторов. И мы помогли тысячи клиентов найти правильных арендаторов. Об этом это видео. Здравствуйте! Сегодня я хотел поговорить про жильцов. Вообще, когда вы сдаёте дом в аренду, выбор жильцов — это один из главных компонентов успешной инвестиции. И поэтому многие люди, например, даже боятся начать инвестировать из-за того, что есть много рассказов про страшных, ужасных жильцов. Но сегодня не Хэллоуин, поэтому сегодня пугать вас не буду, а наоборот расскажу разные положительные, интересные вещи, которые используются для сдачи дома в аренду. Кстати, меня зовут Алекс Машкович. Для тех, кто меня не знает, я брокер по недвижимости, владелец компании Roller Patch Tracker Capital. Эта компания входит в топ-1% компаний в Канаде, а точнее, она занимает 26-е место. И мы занимаемся инвестицией в недвижимость. И поэтому то, что я вам расскажу, это всё не просто какая-то теория, это то, что было годами накоплено опытом. Потому что мы имели дело с больше, чем с тысячи, а может быть, намного больше тысячи жильцов. И начнем, как правильно выбирать жильцов. Я не буду сейчас говорить всё, что нужно проверять. Всем понятно, что надо, конечно, проверять, что надо проверять кредитную историю, проверять, сколько они зарабатывают, звонить разным рекомендациям, спрашивать. Это всё понятно. Тем не менее, часто всё равно люди попадают в ситуацию, когда жильцы перестают платить. И я расскажу, почему это может произойти. Одна из причин, вы неправильно выбрали, не проверили как следует, и произошло то, что произошло. А иногда вроде бы всё нормально, всё хорошо. Ну, как-то изменились обстоятельства. Например, они потеряли работу. Поэтому сейчас я вам расскажу, как минимизировать эти проблемы или избежать их. А в конце я вам скажу, как вообще застраховаться от таких случаев, потому что существуют даже страховки на эту тему. Итак, почему это происходит? Многие люди не понимают, когда они сдают дом в аренду, они относятся к жильцам как к своей собственности, или как к людям, которые ниже их. На самом деле, это неправильно. Жильцы – это ваш бизнес-партнер. Теперь, как к ним надо относиться? Очень с уважением. И разговаривать на равных. И не мелочиться. На самом деле, не надо мелочиться. У меня очень часто бывает звонит, говорит, ой, там ручка поломалась, ой, мы хотели бы что-то получше сделать. Я иду и делаю. Даже, ну, окей, будет стоить мне какую-то сумму. Но у них остаётся приятное впечатление. Теперь, что происходит? Если вы с ними построили очень доверительные отношения, можно сказать, как дружественные, то есть, понятно, что мы должны держать какую-то дистанцию, но они должны понимать, что к вам можно обратиться, и они получат моментальное решение, не то, что вы будете там полгода им решать какую-то проблему, то когда произойдёт какая-то ситуация, когда они не смогут платить, им будет очень неудобно это сделать. И сейчас я вам расскажу один случай, который очень, может быть, некоторым покажется смешным, а некоторым грустным, а некоторым просто поучительным. У меня были жильцы, которые снимали дом, платили безупречно, всё время вовремя, всё было хорошо. И когда они решили выехать, не два года прожили, они даже покрасили дом. Никогда не было никаких проблем, дом останется в таком состоянии, что я мог сразу его выставлять на ренту. Хорошие жильцы. Прошло, наверное, пару лет, и вдруг мне девушка, которая там жила, звонит и говорит, мой муж бывший ищет тебя, он хочет снять со своей новой девушкой, снять дом. Мы остались в хороших отношениях, я ему помогаю. У тебя есть какие-то дома, он хочет жить только с тобой, то есть, ну, снимай только с тобой. Почему? Потому что я относился к нему очень хорошо. И мы сдали им дом. Всё было хорошо, они платили вовремя. Я даже его особо не проверял, потому что знал по тому случаю, что всё нормально. Попросил просто прислать распечатки по зарплате, то есть, посмотреть, что у него сейчас есть доход. И всё. Всё было хорошо, он платил вовремя. Вдруг, в какой-то один день, возвращается чек за неуплату. Я ему звоню, пишу, ни ответа, ничего. Я позвонил паралегалу через день, и говорю, проедь, посмотрите, что происходит, и оставь там нотис о выселении. Она проехала и говорит, вы знаете, дом выглядит пустым, что там никто не живёт. И дверь выломана. Мне вообще это стало странно. Я опять ему пишу, говорю, что происходит. Он мне вдруг пришли, извини, говорит, я в тюрьме. И присылает мне линк на операцию полиции по захвату банды, по торговле оружием, там не знаю что. Но он говорит, всё, что там пишут, это нам навешали, это всё неправда. Опять же, я не знаю. Я не следователь, поэтому не вдавался. Я говорю, я понимаю, но я могу его сдавать, этот дом? Он говорит, да, да, может сдавать, мы там больше не живём. Это для меня было достаточно, потому что после этого когда я приехал в этот дом и начинаю его подготавливать в продаже, а при этом он был в хорошем состоянии, вдруг приезжают его друзья и меняют дверь, которую полиция выломала. То есть он настолько был со мной в хороших отношениях, что ему неудобно было оставлять поломанную дверь после себя. Вот такой случай. То есть это говорит о том, что даже если он и есть криминал, даже с ними можно найти общий язык, потому что главное вести правильное доверительное отношение. И я вам ещё добавлю интересный факт. Хорошие дома притягивает хороших арендаторов. И если вы хотите сдать дом хорошо и хорошим арендаторам, не мелочитесь, приведите дом в порядок. Например, вот недавно дом, который я приобрёл несколько лет назад, там уже жил жилец, который платил всего 1500 долларов, включая все коммунальные услуги. И он съехал. И я решил сделать ремонт. Да, ремонт мне, наверное, обошёлся в 20 тысяч долларов. Но я всё там поменял, сделал его очень красивым. И сдал его моментально, даже до того, как я закончил ремонт, за 1900 плюс коммунальные услуги. То есть, примерно 600 долларов дороже. 600 долларов дороже, это 7 тысяч за год. То есть, за 3 года эти деньги вернулись, но я получил хороших арендаторов. И сам дом поднялся в цене, потому что красивый дом стоит дороже. У меня совсем недавно жильцы, которые сняли мой дом, я им сдал на 150 долларов дороже, потому что сделал им забор, который добавил им кусочек бэкьярда, которым они могли пользоваться. Вот в этом доме я тенанту сделал забор. это именно тенанту, который находится в бейсменте. Не обязательно было его строить. Это из-за того, что он боковой, то я смог его пристроить сбоку. Это как бы не бэкьярд, а сайдьярд. То есть, у тенанта, который живет наверху, бэкьярд, а у тенанта, который живет внизу, сайдьярд. Вот, пожалуйста, это этот забор, который построили. Жильцы, которые здесь живут, платят всего на 150 долларов больше, но у них уже есть дворик. А дворик за 150 долларов в месяц все-таки неплохо получить. А мне это стоило 2,5 тысячи. То есть, через меньше чем полтора года я верну все свои деньги. А уже получу два дворика в доме, и будущие жильцы всегда будут платить больше и более легче будет сдать, потому что все-таки не у каждого бейсмента есть еще дворик. В этом как бы смысл, когда вы сдаете дома в аренду, добавить что-то, что улучшит и простоту сдачи в аренду, а также и цену. Очень важно, чтобы в доме была хорошая кухня, потому что хозяйка прежде всего смотрит на кухню. И многие думают, о, поменять кухню это стоит 15 тысяч, 20 тысяч. На самом деле, если мы говорим только про кабинеты и даже каменные столешницу, ну, 5 тысяч будет стоить. Вы не поверите? Запишитесь ко мне, я вам расскажу как. Но, я хотел еще сказать такую вещь, что иногда бывает, что жилец перестает платить, и выселить сегодня его очень-очень сложно. Поэтому играет большую роль, как вы с ним договоритесь, какие у вас были отношения, потому что бывает, такие случаи, человек не может платить. Вот у меня недавно был еще один случай, где тоже жилец перестал платить. И он перестал платить, и я думал, уже приготовился к войне с ним, что буду делать. Ну, говорил, как бы с ним довольно-таки учтиво, объяснял ему ситуацию, спросил, может быть, ему стоит все-таки переехать тогда. И он, когда этот месяц, который у него был последний, как депозит, отсидел там, и на 3 дня, где-то он позже выехал, и он мне еще написал, заплатить ли ему за эти 3 дня, что меня очень удивило. Вот, то есть, опять же, человек перестал платить, такая случилась ситуация, но он просто сам тихонько съехал. Но, тем не менее, происходят иногда такие ситуации, когда не хотят съезжать, люди разные. И что тогда делать? Прежде всего, надо обращаться к паралегалу, потому что паралегал знает, как вести себя правильно. Если вы пожалеете на паралегала, у вас может занять в 2 раза больше времени на выселение, чем бы заняло бы с ним. Не факт, но это может произойти. А теперь, самое интересное, что я вам обещал рассказать. Но прежде, чем я вам это расскажу, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, пишите свои комментарии, это очень поможет продвижению канала. Существует страховка от недобросовестных жильцов. То есть, вы можете застраховаться на этот случай. У нас такое недавно было. Один из наших клиентов купил эту страховку и у него произошел этот случай, что перестали платить. Компания сама занималась выселением, оплатила весь рент, который он недополучил, пока выселяли жильца. Единственное, что ему осталось, сделать ремонт после жильца. Вы сами понимаете, оставляют они дом в не самом лучшем состоянии. Но тем не менее, все эти расходы про пропущенные платежи и все, что связано с судами, все было покрыто компанией. Если человек хочет страховку, то это возможно. Обычно это стоит где-то в районе 5% от стоимости рента. Но есть одно требование. Компания проверяет, какому жильцу вы сдаете, и он должен существовать тем требованием, которые есть критерию у этой компании. Кстати, когда вы страхуете свою жизнь, вам тоже делают все анализы, чтобы решить, страховать вас или не страховать. Это страховые компании так делают. Поэтому это возможно сделать. И кто боится начать инвестировать, ему будет там стоить 100-200 долларов в месяц, спокойно спать и не думать о том, будет он платить или не будет. У нас, кстати, есть примеры разных писем, разных ситуаций, как нужно делать, поэтому обращайтесь.